Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Начинаем посевы. Всем нам понятно, что от сроков посева семян напрямую зависит, когда мы получим свой первый урожай, а иногда и сколько. Поэтому сегодня, вот у нас пятница, 25 января, и я приступаю к посевам. Сегодня я посею свои первые перцы сезона 2019 года. Как я и обещала, я все подробно покажу и расскажу, как я делаю, что делаю во время посева, зачем делаю именно эту процедуру. Я специально выставила вот так штатив, прям на лоток, чтобы показывать вам все-все до мельчайших подробностей. Начну с того, что я еще раз напомню, что я не соблюдаю лунный календарь, и несмотря на то, что лучший день для посева будет завтра, 26 января, это вот с точки зрения астрологии лунного календаря, я буду сеять сегодня. Мне так удобнее, потому что просто-напросто завтра привезут мне трехлетнего внука, он спокойно посева не даст. Сегодня у меня вот единственный свободный, спокойный день, и я села, все вот здесь разложила, я сейчас тихо, внимательно, сосредоточенно буду сеять, и буду вам все рассказывать. И еще одно обязательное напоминание, что это не массовый посев перца, вот привычные для нашего региона сроки, это просто, ну как, это просто часть какая-то, это для выращивания в теплице, и не просто в теплице, а для получения раннего урожая, вот одна какая-то часть, я вот сейчас буду сеять одну четвертую часть всего количества, которое будет у меня перца в теплице. Видео это будет очень подробным, получится немного долго, но зато в этом видео я расскажу все, и начинающим огородникам можно будет потом использовать его в качестве инструкции по всем этапам посева, то есть сейчас я расскажу о составе грунта, о предпосевной подготовке грунта, все быстро, о подготовке семян, о самой технологии посева, вот именно этого способа. Сразу скажу, что вот метод, который я сейчас буду показывать, это всего лишь один из сотен возможных вариантов, все сеют по-разному, я сама пользуюсь различными методами, а вот этот метод у меня будет посев сухими семенами в необработанный грунт, не обрабатывала ни грунт, ничего не делала с семенами. Этим способом я пользуюсь сама уже более трех лет, и сегодня я буду сеять перец, который впоследствии буду пикировать по стаканчикам или в другой лоток, потому что я говорила, можно сеять без пикировки, тогда бы я реже сеяла, но в ранние сроки я всегда сею с пикировкой, и пикировкой пользуюсь всегда для выбраковки более слабых растений. Для посева грунт я приготовила чуть плодороднее, чем для томатов. У меня вот здесь одна часть полевой дерновой земли, и две части перегноя. Сюда же в лоток я добавила две столовые ложки золы. Сейчас я вам специально покажу. Вот такая чистая, неиспользованная, вот такая, вот она она, это чистая, неиспользованная полевая земля, вот, это вот, что под дерном находится, самый плодородный слой нашей земли. У нас он небольшой, прям буквально 15-20 сантиметров, дальше идет или песок, или гнилина, и вот этот рыхлый, питательный перегной, вот у меня лежит, именно старый, полностью перегнивший, вот такой вот, вот сочетание этих двух грунтов, я считаю, что это идеальный, идеальная почва для рассады. Я в этом уверена, потому что вот этот дает такую рыхлость, пористость, этот вот он, там все-все микроэлементы, все вещества, которые нужны. Ну, это я просто принесла, чтобы показать вам, из чего я составляю. Я сейчас уберу его, чтобы он нам не мешался. Вот эти два грунта я соединила, перемешала, добавила золы. Больше ничего я сюда не добавляю. Я просто его, эти оба грунта, занесла, разморозила, просеяла, увлажнила чуть-чуть, добавила золы, насыпала лоток вровень с бортиками, потому что буду проводить посев методом заглубления семян в грунт, а не буду раскладывать по поверхности. Я еще раз говорю, методов очень много, сегодня посмотрите, вот этот, в следующий раз, другой. Для посева перца достаточно слой земли 7-8 сантиметров. Вот я насыпала, вот так вот, разровняла. Сейчас мы уберем. Потому что у меня, это я вам просто показала структуру грунта, есть вот такой. Все разровняла, я мысленно прикинула, сколько мне бороздок нужно. И простым карандашом, или ручкой, как я уже вам всегда показывала. Я просто делаю углубления, то есть будущие бороздки. Я все делаю примерно на глаз. Но если вы сеете первый раз, можно и померить сантиметром. Потому что расстояние выдержать очень важно. Сейчас я вам расскажу, почему. Вот я мысленно прикинула, вот так вот разбила их на сектора. Это бороздки. Можно вдавливать ручкой, карандашом, можно просто плашечкой какую-то делать. Все. Бороздки мы делаем на расстоянии 4-5 сантиметров. Это не обязательно до миллиметра, но вы видите, что я даже мысль, как примерно когда делаю, расстояние примерно одинаковое. Следующая операция, это нужно разводить мне привикур, которым я буду обеззараживать. Я купила наконец-то привикур. Можно его взять вот в таком. Можно взять вот в таком. Я беру в большой тарик, вот в этом бутылечке. Все это делается очень быстро. Шприц, шприц. Беру шприцем полтора миллилитра раствора. Вот столько примерно. Развожу в малом объеме воды. И вливаю. У меня уже приготовлена полтора литровая бутылка. Там литр жидкости. Вместе вот с этим. Все, раствор готов. Сейчас я его помешаю. Перелью вот в такую бутылочку с дозатором. И вот через этот дозатор вот так буду увлажнять. Сейчас я, подождите, закрою. Перемешаю, перелью. И пока вам расскажу несколько слов о привикуре. Потому что многие его вообще не знают. Вот смотрите. Если у вас и грунт, и семена протравлены, то бороздки можно поливать эпином или другим питательным раствором. Любым. Я делаю привикур, потому что, еще раз говорю, не обрабатывала ни землю, не обрабатывала ни грунт. И вот этот привикур, он у меня одновременно обеззаразит и землю, и грунт. Вот эта универсальность, мне в нем очень нравится. Так, сейчас я пока наливаю. Вот обратите внимание, что если раствор фитоспорина, я могла, я говорила, что рабочий раствор может быть в разной концентрации, то привикур у нас всегда одна дозировка. Во всех случаях это, на инструкции написано, 3 литра, ой, 3 миллилитра концентрата на 2 литра воды. То есть, я беру на литр 1,5 миллилитра. Это для любых. И почву обработать, и семена замочить. Тут вы должны запомнить, раз и навсегда, один и тот же, одна и та же дозировка. Вот привикур мне нравится тем, что можно обработать, например, землю перед посевом. Я могла бы полить бороздки или пролить его и сеять через несколько дней. Можно обработать во время посева, как сейчас я делаю. Но если сегодня препарата нет, то можно было бы мне обработать и после посева, через день или через два. То есть, посеять, закрыть землей и потом только пролить. Это все равно. Он и так подействует, и так, и так. Единственное, что я хочу сказать, что он не хранится, и его нужно использовать сразу же. Вот сейчас я буду поливать вот эти бороздки. Первый раз я поливаю не очень, потому что я потом, после того, как семянки разложу, я полью еще раз. Весь посев у меня занимает очень мало времени. У меня все на автомате, я делаю очень быстро. Карандашиком бороздки раз-раз-раз. Ну, конечно, раствор перед этим я развожу заранее. Потом быстро раствором поливаю, семена раскладываю, заглубляя их сразу. Из междуряди насыпаю на них землю, закрываю пленкой, ставлю в теплое место. Но так как мы идем пошагово, сейчас мы будем... Вот, мы увлажнили. Теперь я сейчас вот эти приготовленные семена... Ой, спичку. Сейчас буду спичкой переносить сюда и раскладывать. Это делается тоже все очень-очень быстро. Я спичку в мокрый раз, беру семечку и я ее туда прям впихиваю. Так, еще беру семечку. Раскладываю семена на расстоянии 2 см друг от друга. У нас получается 5 см между рядками, бороздками, ну, рядками или бороздками все равно. И 2 см между семечками. Все, вот один ряд у меня подходит к концу. Сейчас второй ряд помедленнее вам покажу, потому что, может быть, вы... Так, все. И... Повторите, вот это уберу, стремлю, чтобы вам видно было. При заглублении семени, что я выигрываю, что мне не нужно сверху потом будет сыпать, присыпать землей. Это тоже сильно хорошо ускоряет. Вот, один ряд я сделала, сейчас второй ряд я вам покажу прям подробно. Ну, как говорим. Так, что у нас там на втором ряду? Венте. Сейчас найду венте. Так. Вот почему мы делаем расстояние, вот смотрите, здесь 5 см, между ними 2 см. Хотя, казалось бы, ну, можно и погуще, если я пикировать дальше буду. Но тут такая система, что если у вас места много, то расстояние увеличить между семенами можно, уменьшать никогда не нужно, потому что нужно запомнить раз и навсегда, что загущенные посевы, они будут плохо проветриваться, у них будет опасность возникновения грибных заболеваний. Той же самой черной ножки, которую мы боимся, которая подвергается, ну, как нападает на нашу рассаду, они подвержены этим заболеваниям, особенно на первых этапах, когда они совсем-совсем маленькие, если будете густо насевать, с учетом, что вдруг плохо взойдет или что, если хорошо взойдет, я больше чем уверена, у вас рука не поднимется выдернуть их, они у вас останутся щеткой, и они чаще всего такие болеют. Все, вот для образца я показала, чтобы очень сильно уж, так сильно не удлинять, вот мы разложили эти семена. Все. Теперь я еще раз по этим же семенам, еще что хорошо, что они заглублены, если бы мы наложили сверху, при поливе они бы у нас сместились, а так как они у меня уже в этом, в мокром грунте заглублены, я еще раз их поливаю. И вот смотрите, что мы получаем в результате. Раствор превикура, который я полила до этого и после этого, он одновременно сейчас протравит семена, протравит вот локально тот грунт, где сидят семена, то есть они уже не будут подвержены грибным заболеваниям. Но действие препарата кратковременно, я сразу говорю, использовать его, готовить нужно сразу же, использовать в тот же день, он не хранится, и на завтра, если у вас останется, лучше полейте вот так методом дождевания какой-то еще лоток или грунт, завтра он будет бесполезен. Еще хотела сказать, если у вас в одном лотке много зортов, вот как у меня, у меня один рядок ласточка, другой рядок венти, то нужна обязательно маркировка посевов. Я заранее пишу вот эти вот этикетки и вот приклеиваю на бортик. Сразу помечаю, магазинные семена или мои, а вот сюда еще общую этикетку на бок приклею. Все. Маркировка обязательно. Еще, если вы боитесь перепутать все вот эти сорта, вот например у вас два рядка, один сорт, там три рядка, другой, то сделайте разделительные барьеры. Есть вот такие фабричные, я показывала, когда я вот так вот выравнивала, но можно сделать из подручных средств. Я делаю из металлических банок, вот из-под газ воды, из-под пива они идеально вот так вот раз в пластину поставишь, все, их потом пикировать будет легче, и вы не перепутаете. После того, как я разложу все свои семена и смочу их, мы начинаем засыпать. Все засыпают, опять же я говорю по-разному, но у меня вот этот метод именно с заглублением, тут я дополнительно уже сверху не присыпаю. Я просто из междуряди вот эту вот землю, тут у меня, видите, как эти гребни такие, все, я вот так вот делаю эти гребни, и этого иногда достаточно, если вы считаете, что, ну как, ну вот вы видите, например, что вы меленько заглубили и мало, можно взять и вручную, вручную сверху еще сюда добавить грунта или подсыпать вот так вот немножко ситом, чтобы, потому что вручную тут сложно. Я иногда, когда мало, вот так присыпаю, все присыпала, сравняла, красиво, и вот этот, который через сито мы присыпаем, он, грунт очень рыхлый, и он не помешает росточкам нашим быть, потому что, еще раз говорю, что сверху я уже ничем не поливаю, во-первых, почему? Для того, чтобы здесь при высыхании корка не образовалась, во-первых, во-вторых, чтобы не перелить, не перемочить, это самое главное, и вот в конце, я уже заготовленной заранее пленкой вот так закрываю, все, они у меня присыпаны землей, подписаны, я их ставлю в теплое место, и в этом лотке они будут расти, все у меня до самой пикировки, пока у них не появится, один-два настоящих листика, у них не будет ни подкормки, ничем я их не буду подкармливать, буду поливать не чаще, чем один раз в неделю, и то осторожно, не перемачивая, потому что на раннем этапе, самое главное, не переливать, не создавать благоприятной, вот такой среды мокрой, для развития грибных заболеваний, той же черной ножки, она очень любит сырость, не надо дать ей шанс, все, на этом посев закончен, да, я забыла сказать, если будете поливать, можно поливать раствором фитоспорина, рабочим для полива, вот сегодня я посеяла свои первые перцы, с которых я планирую получить самый ранний, очень ранний урожай в теплице, поэтому отодвигался, мой посев два раза, раньше рекомендованных сроков я сделала, потому что в теплице, и еще раз сделала раньше, потому что в теплице, но для получения раннего урожая, вот это будут самые-самые первые, для этого я выбрала сорта такие все простые, невысокие, ласточка, венти, белый налив, колобок, виктория, первенник Сибири и румяные щучки, семь сортов у меня будет, следующие я буду сеять ровно через неделю, в следующую пятницу, это примерно там будет седьмого, восьмого, где-то так, и так как я сеяла вот эти семена сухими, рано они не взойдут, и я не ожидаю этого, ждать посева придется долго, потому что вы понимаете, сухие семена, вот совершенно сухие они у меня были, вот, они сначала там набухнут, полежат до набухания, день-два, потом они проклюнутся, наклевка будет, и потом только они начнут, попытаются выйти наружу, я, конечно, буду терпеливо ждать, буду семь или десять дней ждать, некоторые даже четырнадцать, вот здесь у меня есть и магазинные некоторые, две пачки, буду ждать и четырнадцать дней, ну, все, сезон 2019-го открыт, первые посевы сделаны, я желаю, конечно, и себе, и вам, дружных сходов, богатых урожаев, а главное, хорошего, позитивного настроения, тогда все у нас получится, сейчас я вот досею вот этот лоток, укрою, и все, неделю, две недели я буду ждать, естественно, вот эту пленочку буду ежедневно открывать, чтобы она сырость не создавалась, проветривать, и снова укладывать, все, пока они у меня не взойдут, я поливать ничего не буду, до свидания, с вами была Ольга Чернова, это вот подробно, 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 только для начинающих огородников, кто, конечно, сеет уже не первый год, такие вот не нужны нюансы, но вообще, способов посева много, следующие перцы я буду сеять по-другому, просто для того, чтобы вам показать, как много есть способов, методов посева, обработки, обработки,